Рожков Петр Алексеевич, фельдшер скорой помощи. Работал в Припяти с 81 года. Первый день, 26-го, без 15,8 я сюда пришел. Встретила заведующая, у нас была хорошая, Колыванова Алла Степановна. Сразу две таблеточки йодистого и спирта. Ну, были люди в курсе. И сразу и поехал на вызов. Переоделся на вызов, на станцию. Забрал двух пожарников. Привез сюда. Пройдемте. Это был эстакан на центральный вход на скорую помощь. Диспетчерская, где принимали вызова. Вот здесь был вызов. Дальше приемный покой. Здесь стоял стол. Тут сидела дежурная медсестра, дежурный врач приемного покоя. Там был санпропускник. Там их обрабатывали. Да ну. Это за 85-й год. И в 86-м. Нашли. Мои дети нашли тут фамилию мою. Посмотрели. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 да и здесь есть все есть здесь карточки эти наши карточки вызовные карточки вот все что с кем случалось мы все это опять описывали вот эти карточки дальше интересно что и куда больные поступали в какое отделение это было cso где обрабатывали шприцы стерильный материал есть тут готовился вот этой вот этой это помещали туда полностью направо cso центральная стерилизационная станция то время у нас разовых шприцов не было все готовилось здесь стерилизовали шприцы материал все-все-все-все-все налево 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 лифт грузовой лифт на нем поднимали больных на какое отделение на втором этаже был роддом гинекология на третьем этаже терапия на четвертом хирургия на пятом травматология вот на этом лифту их перевозили и два пассажирских лифта этот центральный уход открывался только для посещения больных родственников открывали его здесь где-ли люди которые официально их сопровождали вот вход это гинекологическое отделение сюда пострадавших не привозили привозили их на третий этаж обожженных выше это терапевтическое отделение всех с подозрением лучевой болезни пригласили сюда вот это все есть терапия там и отделение там лежали по палатам двухместные палаты ну вот здесь обожженных выше на четвертом этаже я хочу думать тут больше не да то мы зайдем на дву там и ты там скажи что ты делал как ты как ты получился что катастрофа есть как они тебе сказали ну так все катастрофы что ты там знаешь хорошо и на пятом этаже там операционная травматология может там нету не открыто здесь слева не открыто там закрыто или открыто закрыто ну там вот чуть дальше наша центра поликлиника была там вот вот там мы можем мы сюда перейти вот так по коридору там была поликлиника ну на этом же вам не нужно вот здесь у нас был не здесь вот здесь это была сестра хозяйка тут все хозяйство ее для скорой помощи халаты там все-все-все-все ерунда а это была наша комната отдыха вот здесь даже что-то еще и висит мне кажется чтобы мы не забывали чем пользоваться и как сябряча Поехали пять минут, он так еще раз там без тебя, там все комнаты сфильмуют. А это был заезд на скорую помощь, был сюдой, Аркадий, вот это была дорога, заезд на скорую, вот это. У меня жена работала на узле связи, электромехаником, ее вызвали сразу в два часа ночи, а мне на восемь наработал, сын у меня маленький, восемь четвертого года, девать некуда, звоню, что такое, что такое, ничего по телефону, было сразу с боеушниками, гружедой, инсурбации никакой. И тут что, а кто тут сдал, что тут тоже. Вербицкого, и Москаленко, и Кузьмина, и Башлая, и Петрицкого, и Забиаку не знаю. Петрицкого у нас работает? Расписывал, расписывался я там. привет я в этом самом припяти да с американцами иной занимаемся ну здорово здорово 9 на работе был а я был в этом сам приезжал с начальником и замминистра издали по зоне вчера позавчера приезжали ко мне дети а сегодня приехали телевидение америка и польша ходим по медсанчасти рассказываю дешево было у тебя вода упала уже там не во дворе чуть-чуть еще я я я я сегодня с ночи буду завтра с 12 люк 16 хорошо треба забрать тебя не 16 я буду ехать тебя может телевидение отправить как телевидение тебя отправить встретишь нет гали туда они там живом проедут нет живом проедут туда лет проеду до по центральной улице да и могу если им интересно то я могу их прислать чтобы тебя это самое что ты дал интервью показал свою скоты ну чем ты занимаешься там мимо мимо этого саба мимо экрана по прямой по центральной понятно недавно у них серьезный машина джип я спрашиваю если захотят то я пришлю приведу добро давай живет бебель такой говорит говорит что приезжают джип и свободно если они захотят то можем говорить сейчас вот джип приезжал и позавчера приезжал говорит этот струк приезжал на так на наталью орлову за кем жалею не только я за савицкой а все таки калик пластик был людина была да не ковился на проволочке что я что-то не поспешу мячи как потом это метла метла я не буду поспешивать а савицкой а савицкой но скажи где ты был как катастрофа была а потом что ты там делал чтобы там робил як-то все выгландало як рактор выгландо там дым был все як-то все wygląda опыт я жил припяти строителей 24 здесь недалеко 10 минут пешком идти мне жену вызвали вызвали жену в ночью два часа ночи ежу вызвали на работу на работа у меня связи и был маленький сын 84 года не на 8 на на работу а дядь оставить не с кем пришлось звонить жене она мне ничего не сказала что случилось секрет тайна я пришел сюда потом уже узнал пришел без 15 8 переоделся и сразу поехал до станции ну я там был раз наверно 8 привез человек людей сюда работал до 20 вечера двадцать вечера сменился и уехал беларусь как выглядела станция разрушена дым огонь ничего там такого не не видно кто тебя кушает только ест что за враг там сидит много людей но людей что-то что рассказывать о ней катастрофа как катастрофа никто ничего не понимал абсолютно никто ничего не знал вели спокойно работали в обычной обстановке как обычно на работе никто не паники никакой ничего абсолютно не было паника была там уже 30 числа в киеве на вокзале когда люди собирались выезжать куда-нибудь крым за крым я тоже 30 числа ехал в электричке стоя 6 часов выехали моя жена и сын выехали в бразильский район соседний беларусь мои родители жили потом это же выселили оттуда 5 мая дали квартиру белой церкви царство небесное их нет сегодня поминают кто-то пережил катастрофу и кого вывозили эвакуировали что в первые дни даже муж не знал где жена дети не знали где родители потому что побыстрее вывести вывести побыстрее с это местности все а там по родственниках разъезжались по знакомых и неделю-две надо было созваниваться искать друг вместе месяцы 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 я 27 это уже выходил на работу в ночь 27 я не работал 26 27 в ночь как молодой был меня сказали уйдите остались работать врачи по старше возрастом пожалели да мне было по графику в ночь меня оттуда не пусть не допустили до работы я вечер уехал опять же до беларусь туда потом в мае месяце мы открыли госпиталь по лескам развернули медсельчасть наша медсельчасть не воспользовались а с 3 июня я уже заехал на станцию на вахту вы на станции потом переселили мы отдыхали в сказочном не работали это был рабочий лагерь сказочный и он не там был наш рабочий лагерь там жили а работали на станции сразу тот же день да у нас был дозиметрис свой санстанция Ольга забыл как я вот она мерила но она не отбывалась не отбывалась четыре раза я побылся четыре раза надо было только волосы стричь бесполезно но парень паники не было официально они сказали же померло 30 человек официально так все а так неофициально как ты думаешь сколько-то люди могут неофициально да я только со своего окружения могу сказать что 100 человек померло со своего окружения да знакомый только после катастрофы 2 3 5 10 до работал в ночь скачок александр Иванович я про него не сказал он был в москве нет лучшего этого самого не поставили туда нельзя было в сда есть каким всех у меня сейчас есть тоже в сда жил и сейчас в отпуске вот он 26 с белоконем он работал а в день я стыняно работал но всякие домыслов и фильм есть аврора там внутри характера главной роли и я встречал одного милиционера здесь проектики он мне утверждает что все таки не весь город вывезли вот в частности в птв девочку нашли которая даже не знала что город эвакуировали на спала вообще житель когда милиция дело контрольные обходы и нашла разбудила и потом только вывезли не слышали таких случаев что кто-то остался там после того как всех вывезли слышал да но это было чуть позже и ну тут его сразу окружили город еще никого не пускали началось мародерство скрывали квартире мародеру и я даже знаю знакомый есть которых тут застрелили было за мародерство расстрелили нет правда да 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 я тут дежурил сюда прислали народ забрать документы забрать вещи я дежурил вместе с дежурил тут в расскажу май месяц в июне я работал на станции в июле еще приезжал дежурил тут людям надо было забрать документы то вещи какие его забрать с дозимметристом все как положено все грязное оставалось а чистая нет если нам для курточку я попал в конце июня курточка дермантиновая курточка на ней было столько что там от меня бегом от отстали я не снял меня переодели там люди это был волосы болиде было да столовая припед нет пункт наш был тут бассейн долго работал купались да да жили здесь работал завод юпитер я решили там делали я работал завод работал люди жили там носил краянки 46 2 2 16 этажки стоит да 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 и у так тут был медпункт наш столовая припеда юпитер столовая юпитер работала здесь да было здесь приезжали мы сюда зеленом выси до до тех пор пока не выселился он а приезжали на смену чернобыль и обслуживаем всю зону всю 30-километровую зону плюс полезская наша вильца это далеко до километров 70 отсюда да только маяк не питер юпитер юпитер завод юпитер работал да только юпитер ну вот до сих пор работает прачечная до сих пор работает обстирывает гаража за техники здесь это самое сколько шесть или семь колонок качают воду скважины может для этого 88 ну да 87 году скот который отсюда вывезли и он был грязный не знали куда его деть его переслали в грузию грузины отказались его привезли сюда состав был 5 или 7 вагонов и здесь разгружали вот этот второй гараж их вывозил на скотомогильник бураковку нет не браковку беларусь беларусь там сделали могильник котлованы бетонные потом дезактивировали хлоркой засыпали это было всем всем вагонов по моему люди специальных людей набирали чтобы разгружали эту радиацию скотина была сильно грязная это 87 год май месяц собак пристреливали не могу сказать я меня хоть и знакомых много в милиции везде ну не рассказывали по осени получил квартиру киеве нет я в киеве живу дед савка ему там дали квартиру но он то ли там не спалил то ли затопил соседей всех я оттуда удрал и начинает отправок пирали самый настоящий даже и работал она тут была экспериментальная ферма скотоводческая в соседнем челе старый шепелич да они там работали выращивали ту скотину для чего я не знаю какой целью наука скорая помощь отделение скорой помощи пройдемте я покажу дальше расположение санитарная комната не нужны у нас диспетчерская дежурный доктор спиридонов Виталий Ларидович ликвидатор с 86 года здравствуйте заходите не стесняйтесь здравствуйте заходите не стесняйтесь здравствуйте мы здесь принимаем вызова комната интенсивной терапии здесь все для оказания экстренной неотложной помощи поднимись 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 я сказал Ну, как живут бедные несчастные водители, с моей помощью. Так, дальше у нас идёт. Манипулятор занимает? Нет. Сюда, желательно, скрабочку. Ну, что, по-моему, ты туда. Сюда, девять. А сюда приходит, кто на приём к нам приходит, вот здесь мы их принимаем. Это даже просто открыт. Прикорное печь, чайник. Тут мы можем чайок попить. Здравствуйте. Эрва Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь меряют счетчик измерения человека, но это работает 4.3, поэтому это самое. Это есть поликлиника. Здесь меряют счетчик измерения человека, но это не скрытая камера. Это наш медперсонал. Живые и здоровые. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.